Ставрополь Ставрополь в восьмой раз встретил участников Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора. В этом году пленарное заседание, которое открыло форум, прошло в Ставропольском государственном аграрном университете. Гости стали собираться задолго до начала мероприятия. Они были рады простому, неформальному общению. Эксперты пообщались и с нами, и высказались о важности выбранной темы. В этом году она звучит так. Свободная и ответственная молодежь. Будущее России. Сегодня действительно очень стремительный мир, который несет в себе соответствующие различные аспекты влияния современного мира. И, конечно же, очень много позитивного, хорошего. Есть какие-то негативные вещи, которые несут нам средства массовой информации. Сегодня очень поглощен молодой человек интернетом, различными гаджетами и так далее, и так далее. Но, конечно же, русская православная церковь, казачье сообщество. Мы сегодня находимся на Терской казачьей земле. Очень важно сказать, что для того, чтобы предостеречь, конечно, нужно вооружить молодого человека знаниями. Эти знания нужно находить в каких-то подходах, чтобы доходили до самого сердца, до глубины. Потому что сегодня ведется очень большая работа церковью, синодальными учреждениями, синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством ведется большая работа с казачьей молодежью. Сегодня будут представители и молодежного синодального отдела, и епископ Серафим, который возглавляет отдел. Сегодня Высший Церковный Совет через различные документы рассматривает тут именно пути, как привлечь молодежь к храму, к церкви, через различные кружки, клубы, через какие-то программы. Потому что сегодня в стремительном мире, наверное, очень сложно просто сказать, что нужно прийти в церковь, подстоять несколько часов, помолиться. Должны быть какие-то такие подходы. Вот сегодня на форуме, я думаю, эти подходы мы будем искать, будем делиться опытом. Этот опыт, к счастью, есть как и на Ставрополе, так и во всей нашей Святой Руси, с которой прибыли гости. Этот форум основной вопрос посвятил молодежи. Свободная и ответственная молодежь, будущее России. Свободная от наркотиков, свободная от алкоголизма, свободная от прелюбодеяний, свободная от всех негативов. Ответственная первым делом перед всемогущим создателем. Ответственная перед самим собой. Ответственная перед своими родителями, перед обществом, перед государством. И нам необходимо передать нашему молодежи ту эстаферу, которую мы приняли от старших. И нам не безразлично, кто будет у руля нашего государства. Поэтому этот форум и выделяет, как бы, уделяет особое внимание нашей молодежи. Затем нам удалось побеседовать с молодежью, которая приехала на форум. Они рассказали, что в их понимании свобода и ответственность. Свобода такое очень глубокое, на самом деле, понятие, особенно в современном мире. Одни думают, что это вседозволенность, а другие думают о том, что наоборот, определенные рамки, в которых ты себя чувствуешь комфортно. Я все же, наверное, приверженец второго, да, когда мы создаем определенные условия, в которых нам комфортно самореализовываться, любить, жить, делать какой-то позитив, создавать это все. И вот там, где мы чувствуем себя комфортно, это и есть наша свобода. Для каждого человека, так скажем, есть какие-то нормы, у которых он должен придерживаться. Ответственность будет за его поступки, конечно же. Они могут быть хорошими или плохими. Дальше законодательство, так как бы, разберется с ними. В актовом зале Аграрного университета собрались ведущие политики, общественные деятели, духовные лидеры традиционных конфессий, авторитетные ученые и специалисты разных профессиональных сфер, которые обсудят вопросы духовно-нравственного становления молодежи и поддержки традиционных многодетных семей. Далее для гостей мероприятия было показано приветственное видеообращение губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Ольги Тимофеевой. С приветственным словом к участникам форума обратился Константин Малафеев. Он рассказал о методах укрепления молодых семей России ценности родного дома. Только религиозность, духовно-нравственные основы являются настоящим фундаментом для того, чтобы рождаемость в семьях была высокой. А второе – нужны материальные условия. И материальные условия – это не просто деньги. Это дом. Должен быть дом. И дом в случае, если женщина родила трех детей, бесплатный. Потому что она сделала для государства гораздо больше, чем она сделала за свою карьеру бухгалтером. Потому что эти трое детей, по расчетам, например, Евгения Степановича Савченко, каждый принесут в ВВП России, если уж мы говорим про экономику, порядка 60 миллионов рублей за свою жизнь. Что? Эта семья недостойна, чтобы ей подарили дом 6 миллионов рублей? Это прямая экономическая выгода, если мы все считаем на деньги. А безусловно, не все надо считать на деньги. Как правильно сейчас сказал Владыка, правительство у нас подготовило 42 сейчас проекта, национальных проекта развития. Вы думаете, у них есть демографическое обоснование у этих проектов? Нет. Там есть только экономическое обоснование. А должно быть демографическое. Это было частью того, что мы обсуждали на прошлом соборе и того, что мы адресовали в правительство. В своем слове епископ Серафим отметил важность пастырского попечения молодежи. Необходимо являть молодым людям положительные примеры верности следования традиционным ценностям. Требуется заявлять и доказывать молодежи неоспоримые преимущества наших традиционных ценностей, величину и благость культурного и духовного наследия наших предков. В области духовных основ русского мира приемлемо идти исключительно по пути усиления пастырского попечения о молодом поколении. Следование ответам на вызовы современности в контексте указанных задач при поддержке широкой общественности и государственном регулировании улучшит настоящее положение дел. Митрополит Кирилл выступил с докладом, в котором отдельную роль уделил вопросам необходимости поддержки молодых российских семей со стороны церкви, государства и общества. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, высокие гости, эксперты, представители традиционных религий России, всечестное казачество, дорогие отцы, братья и сестры. Сегодня здесь, на священной земле Кавказа, в грани Святого Креста, мы обращаемся с мыслью к России будущего. Мы понимаем, что это будущее творится уже сейчас. Среди нас возрастают, ищут себя, трудятся и мечтают те, кому предстоит не только жить в будущей России, но и даже созидать ее. Мы не знаем, какой станет наша страна спустя поколение, но можем выразить в диалогах нашего форума, какой хотели бы видеть ее. Многих тревожат знаки времени и негативные тенденции в молодежной среде. Молодые люди нередко становятся легкой добычей пропаганды безнравственности и насилия, пренебрежительного отношения к профессии и труду, браку и семье. Что можно сказать на это? Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, «Если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в руки бразды правления». Это не мои слова. Их приписывают на многих интернет-сайтах первому древнегреческому поэту Гесиоду, который жил в 8 веке до Рождества Христова. Однако ученые считают, что Гесиод такого не писал. Не стоит так говорить и нам. По этим духовным ответам на эти тревоги и переживания станут слова нашего ставропольского святого, святителя Игнатия Блинчанинова, «Будущее России в руках божественного промысла». Эти слова он написал своему другу, кавказскому наместнику Николаю Николаевичу Муравьеву Карскому в горестные дни после Крымской войны. 12 июня того же года он из Оптиной пустыни отвечал на письмо Николая Николаевича, полученное из Ставрополя, «Несите свой подвиг единственно для Бога и добродетели, а не для истории и мнения о вас, людей. И история, и мнение человеческое безжалостны к эгоистам, ищущим все неухищрениями земной славы. Напротив того, они благоговеют предслужителям добродетели, благородно забывающим о них и имеющим в виду славу от Бога вечности. Они отдают ему справедливость рано или поздно, вера в Бога, преодолевают все скорби и искушения, побеждают все препятствия. В наше время незаслуженно забытый идеал личности, стремящийся к добродетели, к миру с Богом и окружающими, активно вытесняется образом успешного человека, который достаточно состоятелен, чтобы удовлетворить любой свой каприз и любое желание. Однако, какая польза человеку, говорит Евангелие, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Когда в обществе потребления критерий нравственности вытесняется категориями комфорта, люди не только постепенно утрачивают свое достоинство, превращаясь в человеческую, в кавычках, массу и объект рынка, но и со временем теряют саму человечность. Святейший Патриарх пишет, Для достижения комфорта молодые пары добровольно отказываются от рождения детей и убивают зачатых младенцев. Для достижения комфорта отправляют в специальные лечебницы и дома престарелых своих родителей, лишь бы не мешали жить. Для достижения комфорта разрушаются семьи и отнимается право женщины на материнство. Одновременно современные технологии превращают женщину в платный инкубатор. В конце концов, для достижения комфорта применяют эвтаназию, поскольку жизнь в страданиях и болезнях якобы уже не является жизнью и не нужна. И всем очевидно, что традиционная многодетная семья сегодня вопрос выживания русского народа. С другой стороны, мы видим, что не только единый системный подход, но и многие важнейшие элементы, необходимые для развития и семейно ориентированных мотиваций молодежи, недостаточно представлены в современной действительности. В этих условиях любые информационные выпады против нравственных основ семьи, даже под предлогом защиты прав и свобод, становятся уже не просто демагогией, а преступным соучастием в гибридном геноциде, ментальной угрозой существования русского мира. Мы не должны бояться внешних угроз, мы должны работать над собой. Надеюсь, авторитетнейшие эксперты нашего форума не только дадут анализ текущей ситуации, но и покажут пути выхода из нее, в том числе пути сохранения и укрепления молодой семьи в России, то и всесторонние помощи общества, государства и церкви молодым семьям, которые поддержат их свободным и счастливым выбором многодетности, расстроят потенциал истинной материнской любви и отцовства. Способного принять на себя ответственность за семью, облегчат молодым супругам наизбежные трудности самоограничения ради детей, ради своих любимых, ради своего будущего. После пленарного заседания работа форума продолжилась в трех секциях, где подробно изучались проблемы современной молодежи и ее становление как будущего России. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, патриаршей грамотой был награжден заместитель главного редактора Первого российского национального канала Борис Костенко. Епархиальной медалью «Ставропольский крест» третьей степени был награжден председатель Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации Михаил Лермонтов и секретарь Союза писателей России Святослав Рыбас. В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло с обязательным соблюдением социальной дистанции на площадке и использованием средств индивидуальной защиты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова